Приветствую вас. Вы знаете, много вы написали всего. Я думаю, что вы так подробно описываете то, как ваши родители вас притесняли, не любили и так далее. Я вас понимаю очень хорошо, понимаю вас, но знаете что? Вот вы все время, такое впечатление, что требуете всего-то от родителей, от своих. То есть вы надеетесь, как будто вы надеетесь их переубедить, что ли, в том, что они не правы. И доказать им, что правы вы. Так вот, правда в том, что вы никак не сможете этого сделать. Вы не сможете доказать, к сожалению, своим родителям, что они не правы в отношении вас. Почему? Спросите вы. А потому, что у ваших родителей сложилось о вас мнение, которое, это мнение, оно связано даже не с вами, на самом деле. Оно связано именно с их восприятием. С их восприятием вас, с их восприятием реальности. С их восприятием ваших отношений и так далее. И вы не виноваты в том, что произошло. Ну и родители тоже не виноваты. Вам нужно отдаляться от них. Жить своей жизнью. Вам нужно действовать в своих интересах. Ну вот, предположим. Родители ваши не хотят для вас что-то делать. Они вас не любят, они вас не дышат и так далее. Но возникает вопрос. Зачем же вы тогда продолжаете им помогать? Зачем вы сплошитесь с ними? Зачем вы помогаете что-то, помогаете чем-то им и так далее? Для чего? Но они относятся к вам определенным образом. Это их право. Это право взрослых людей. А у вас есть свое. Ваше право. Которое у вас никто отняет. Не в правных силах. Не в правах. Это право жить своей жизнью. И вы пытаетесь получить от своих родителей то, что, по моему мнению, они вам не могут дать. Вот они, в принципе, не могут вам дать того, что вы от них хотите. Они, может быть, и рады бы, но не могут. И вот тут, тут вам нужно понять, что в вас говорят ваши потребности, которые имеют право на жизнь, ваши потребности. Но только эти все потребности нужно удовлетворять не через родителей. А, ну, как бы сказать, да, напрямую, напрямую, но не удовлетворять ваши потребности, напрямую, а не через других людей. Вот именно это направление даст вам как раз то, что нужно. Это направление, которое позволит вам перестать, наконец-таки, уже зависеть от ваших родных. Ну, они вам не могут дать того, что вы от них хотите. Никак. А вы все это дистрируете. Требуете от них. Требуете, требуете, требуете и так далее. Они не могут вам этого дать. К сожалению. И, конечно же, есть детские обиды. Много, очень много детских обидов. Каждый из которых нужно разбираться. Каждый из которых нужно с вами, прямо вот прорабатывать. Вы нуждаетесь в родителей, в наставники, вы нуждаетесь в поддержке, вы нуждаетесь в том, чтобы вас как-то вот поддержали, одобрили, да, и так далее. Это все понятно. Но родители вам этого дать, к сожалению, не могут. И требовать от них того, что они дать не могут, ну, по меньшей мере, бесперспективно. По большей мере, это существенно вам вредит. Вы, наверное, и сами уже заметили, насколько негативно заканчиваются все ваши вот эти вот попытки получить от родителей то, что вы хотите. И, значит, не нужно этого вообще делать, но со специалистом, вот обязательно, со специалистом, попробуйте проработать все ваши обиды, которые есть. Все ваши обиды, чтобы лучше понимать ваших родителей. Чтобы лучше понимать, почему они так поступили. Что заставило их так поступить. И тогда ваша злость уйдет, потому что злость от непонимания. А все ваши попрельности, их нужно удовлетворять. Но теперь уже, и это важно, удовлетворять самостоятельно. Не через них, не через ваших родителей. Самостоятельно, но не удовлетворять. Потому что, как вам правильно сказали, вы уже взрослый человек. И, ну, не обязанный родитель вам давать то, что вы хотите. Конечно, вы можете со мной не соглашаться. Это ваше право. Вы можете продолжать считать, что именно родители должны вам давать вот все то, что вы хотели бы получить от них. Ну, вы можете считать, что это ваше, в принципе, право. Но вот к чему это приведет, большой-большой вопрос. И я думаю, лично я думаю, что ни к чему хорошему это не приведет. Так что настраивайтесь на то, чтобы не требовать от своих родителей чего-то такого, что они не в силах вам предоставить. Настраивайтесь на... Ну, по возможности, конечно, настраивайтесь на работу с специалистом, посвященную проработке комплексов, посвященную борьбе с ними, посвященную тому, чтобы, наконец, освободить вас от того, что вам мешает нормально жить. Вот на формирование новых задач вам, на формирование новых, значит, направлений вашей деятельности. Вот на это вы постараетесь нацелить свои усилия. Именно на это вам нужно обратить внимание на данный момент, а не на то, какие ваши родители плохие. А комплексы, ну, комплексы, знаете, с ними можно бороться с комплексами. И даже я вам больше скажу, не только с комплексами бороться можно. Можно бороться и с вашей несамостоятельностью. Нужно бороться, как бы даже не бороться, а нужно прорабатывать, учиться получать те, ну, учиться получать те желания, те потребности, которые у вас есть самостоятельно, не через других людей. В принципе, на этом, я думаю, можно закончить, потому что много уже получилось. Я надеюсь, что вам был полезный мой ответ. Я надеюсь, что он вам помог. Я надеюсь, что вы для себя вот чего-то новое потерпнули. В нем, в этом моем ответе, потому что, ну, я старался донести до вас все самое необходимое. Вот. Я надеюсь, что вы будете работать над собой. Я надеюсь, что вы как-то минимум задумайтесь за тем, что, ну, вот, до тех пор, пока вы будете двигаться во всех вот этих направлениях, в которых движетесь сейчас, у вас хорошего не получится ничего. А если вы будете стремиться к тому, чтобы дистанцироваться от родителей, если вы будете стремиться к тому, чтобы, ну, самостоятельно что-то делать, то в этом, в этом случае у вас гораздо больше шансов на то, чтобы, наконец-таки, избавиться от вот этих вот всех негативных вещей, которые с вами происходят. Ну, давайте, правда, попробуем помочь вам. А в первую очередь вам нужно захотеть самой себе помочь вначале. Пусть то, если вы не будете хотеть себе сами помочь, то и вам помочь, к сожалению, никто не сможет. А я вам специально дал несколько рекомендаций, несколько направлений. Одно направление для спортсменной работы, другое направление, а именно, ну, для работы за специалистом. Хотя наиболее предпочтительнее для вас все-таки именно работать за специалистом, а не самостоятельно, потому что, если мне кажется самостоятельным, вы не сможете ничего делать. Вам нужно проработать свои обиды, наметить пути личностного роста. Вам нужно понять, что родители не на вас кричат. Родители не вас обижают, а у них вот самих есть определенные конфликты, которые переносятся на вас. И это не ваша вина. И родители, безусловно, где-то в глубине души вас любят. Но их проблемы решают им выращать эту любовь. Каждый человек, безусловно, достойный любви. И для того, чтобы жить достойно, ему нужно себя любить, можно ее ценить и так далее. Вам нужно проработать детско-родительские отношения, вам нужно избавиться от комплексов, наметить себе ту, кем вы хотите быть, и двигаться к этим направлениям. Самостоятельно, без кого-либо. И найдутся люди, которые захотят вас поддержать. И вот именно они станут вам друзьями. На этом все. Надеюсь, что помогут вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.